Спросить, нужна ли помощь. Масленица последняя елена. Аналоговая. Дедушка мой сделал. Заправка последняя. Потом только будет на зеленом мысе. Тут не останавливайтесь ни в коем случае. Там пьяные якуты, они агрессивные. Пацаны с пацанами поменялись машинами. Сейчас я поеду на тундрику. Поехали. К своей цели мысли лишь о ней. И пусть карты биты. Просто лабиритом, не важно куда он тебя заведет. Лабиритом на реквите. Еще одно место для подношения даров местным духом. Сейчас мы тоже что-нибудь оставим, чтобы ехать дальше нормально. Эх, как жалко, у нас спит главный штурман наш Игорь. Он бы сейчас развел бурную деятельность. Ну ладно. Так, на отрезке от Уснеры до Зырянки заправок нет. Там единственный поселок крупный, ну относительно крупный. Там заправляться негде. Заправка есть в Уснере. Мы заправлялись. Либо в самой Зырянке есть одна заправка. Там тоже можно заправиться. Тут цена, правда, топлива повыше. Но оно и понятно. Дорога, дорога ужасного качества. Просто упитая в хлам. Она мне напомнила чем-то похожа на дорогу до Батагая. То есть, примерно такое же состояние. Тоже там ехать невозможно. Мы ехали, получается, 500 километров. В Уснеры до Зырянки 500 километров мы ехали сутки. Ровно сутки. При этом мы останавливались на сон. Спали где-то, ну, часа, наверное, 4 от силы спали. А все остальное, ну, постоянно машина ехала. Кто-то за рулем был. Вот. Сейчас в Зырянке мы едем на Средний Колымск. Здесь дорога, ну, примерно такая же, убитая. Вот, ну, вы сами видите, как тут болтыхает. Едем по болотам, по Качкарам. Раньше когда-то давно зимник был по реке по Колыме. Там, ну, хороший ровный зимник. Но вот, со слов местного парня Сергея, этот зимник уже там, уже давно не прокладывают по реке. Потому что там иногда некоторые не особо умные граждане, товарищи водители туда заезжают и топят машины. Соответственно, это никому не выгодно, это никому не надо. Это лишние затраты, лишний геморрой для дорожных рабочих, да, для строителей. Как это назвать правильно? Росавтодор. Я не знаю, кто тут устроит. И поэтому сейчас пошли, как обычно, у нас путем наименьшего сопротивления. Проложили, ну, как проложили? Сделали вид, что проложили. Зимник по болотам. Он, он ужасного состояния. Он вот такой вот весь, там, влево, вправо, вверх, вниз. Едем в среднюю скорость вот 30-40 км в час. Здесь нужно проехать нам 300 км и ехать мы будем, я думаю, еще, наверное, полтора дня точно. Ну, не полтора, то есть, ну, полтора суток. Ну, вот, видите сами, да, зимник. У нас всегда так в России. Ну, вместо того, чтобы сделать нормально, делают абы как, но главное, чтобы поменьше ответственности. прибрать на себя. Ну, давайте. Спасибо. А спроси про реку, если там, извините. Понял. Ну, значит, вам тоже. Давайте. Какие дороги идут. О, продается. Продаю карась. Внезапно на зимнике объявления. Я хочу поблагодарить еще одного своего технического партнера. Компания БАСК. Компания БАСК создает на сегодняшний день самое лучшее арктическое снаряжение в России. Лучше их никого нету. Я пользуюсь продукцией компании БАСК уже вторую экспедицию подряд. В прошлом году в Тикси, в этом году на Чукотку. Это действительно очень крутые вещи, очень теплые, очень практичные и надежные. Я рекомендую вам обязательно, если вы собираетесь, если вы живете на Крайнем Севере, то покупайте продукцию компании БАСК. Они производят целую линейку одежды и снаряжения для вас. И вы не пожалеете. Это лучшее, что вы можете сделать для себя, для своего организма и для своего тела. На этом все. Идем смотреть видео. Не самая удачная парковка в этом месте. Впереди вот лисица бежит. О, смотри, смотри. Охота на лисицу из фоторужья. Ха-ха-ха. Хотим накормить колбасой. Хах-ха. Хотим причинить добро. Догони, догони. Слева, подгони, слева. Слева, слева, слева. Я боюсь, что она по столесу бросится. Должна кинуться. Стой, стой, стой. За руки. Блин, хрен за ноги. Найдет на низа обоняние очень сильно. Спасибо большое, что выступил. Спасибо. Как там дальше дорога? Тоже ямы. Но мы ничего не слышим. Пусть моргнет в фарме, если слышит. Если слышишь, моргни, пожалуйста. О, все, слышим. Спасибо. Что такое? Валат, по-моему. А нет, там у нас обычный. Просто высоко у вас. Привет, привет. А откуда едете? Из Челябинска, я из Калининграда. Ну, мы вот были там, в Набайске ездили. Пять дней, курган. Где? В КВК. В КВК. В КВК. Ну, дорога нормальная? Ну, сейчас-то нормальная. 24-го числа дорога была закрыта. 24-го февраля? Да. А что было? Ну, штормовой. А, ну, нам писали, говорили, что там ветер сильный. Время 10 часов вечера или 11 уже. 11. Мы все еще едем в Средний Колымск. Проехали где-то... Сколько там, Игорь, проехали мы? 202 километра. Только 202 километра проехали. За... 10-11. Ну, за где-то 8 часов. То есть это жесть. И еще ехать нам... 150. 150 километров еще ехать. Короче, вот будем ехать опять ночью, чтобы к утру хотя бы приехать в Средний Колымск. Ну, а там по ситуации решим, будем отдыхать или поедем дальше. Ну, я тут попытаюсь сейчас уснуть немножко в этой бетономешалке. Опять большая машина. Поздороваться. Спросить, нужна ли помощь. Как дорога-то там дальше, нормально? Не знаем. Не знаем. А, вы тоже первый раз? Да. А вы далеко? Я до Колымск. А, ну мы тоже туда пока. Сколько ехать вам? Где-то 200 километров. Ты из Челябинска? Мы машины там брали. А-а-а. Вы из Челябинска путешествуете или еще? Да, я-то из Калининграда, а вот Саймон из Челябинска. А-а-а. Вот. Здорово. Как там дальше-то? Такая же фигня. Там на встречу два КамАЗа с мукой тебе идут. Они что-то встали, там колесо на одной телеге делают. А это вообще новая получается машина-то вся свежая. Ну да, в том году их пригнали. Ничего себе. Там нормально что, так же. А ты издалека идешь? В Билибино. Вот мы в Билибино идем. Сколько до туда ехать? Ну, где-то тысяча с чем-то. Тысяча? Офигеть. А по времени? По времени, ну, как бы, вы побыстрее же все равно. Мы выехали какого-то числа? Дня четыре назад. Пошмар. Вам дня три, наверное. А что через Амалон не пошли? А что через Амалон не ходят? А? Что через Амалон не ходят? Там вообще убитая дорога или что там? Давай ее там нету. Раньше, когда в Магадан возили с Амалона, мы еще что-то делали. А сейчас, я не знаю. Нету? Или последние там своими тракторами, кто-то как с трактором там проходит. А ты пустой идешь, да? Да. Ну, все оттуда пустые идут. Да. Даже рыбы никто не возит. Пипец. По пути. Бридентовая палатка нам попалась на глаза. И лимниир написано на табличке. В палатке печка, видно, есть. Приезжай. Второй командик давай проходи тоже здесь. Принял. Вот, такая. Благодарю. Проверь, удачи! Прошли уже 800 километров. Зимник просто в жесть. У меня нет слов. Одни эмоции. Сейчас едем, подъезжаем к средне колымского. Осталось где-то 60 километров. Ну, это примерно, меньше недостаточно. еще пару часов пути, чтобы вы понимали, мы за 3 дня проехали 800 километров. Да, мы, наверное, останавливались, ночевали, но все равно большую часть времени мы едем. Сейчас едем по болотам. Вот, можете сейчас вокруг посмотреть. Одни елки, точнее, не елки, кусты и такая мелкая поросль. Типичное болото. Господа, господа чиновники, если вы это увидите, я бы, конечно, вам сказал лично все, что думаю по поводу этой дороги. Короче, это жесть. Да, ребят, сделайте нормальную дорогу. Это просто даже уже даже уже ругаться нечем. Еще обязательно в эти места, если будете суваться, всегда ставьте себе рацию, Сибишку. Диапазон 27 Мегагерц. Вот у меня такая сидит обычная. Это что это у меня? Вектор какой-то, смарт. Это нужно для того, чтобы общаться со встречными и с пропутными машинами, с камазистами. У них у всех стоит рация. Они здесь, кстати, все на 15-м канале, как во всей России. Это вот я на Тикси, когда в том году ходил. Там почему-то все якуты на 9-м канале. У них свой канал. А здесь все на 15-м сидят и всегда можно спросить, там что-то узнать, подсказать по дороге, ну и просто разъезжаться, даже маневрировать на дороге проще, когда можно общаться голосом со встречной машиной. Операция стоит недорого, там за 2-3 тысячи можно в рубле ее поставить, но она реально приносит очень много пользы на дороге. Без нее, ну, ехать тут очень неудобно. Приветствую! Здорово! Откуда едешь, ребята? Я из Калининграда. Уфа. Вчера вам на трассе едят. Мамы на Градянку заезжали, отдыхали немножко. А по ним и спали вот на шоссе. Да, да, на дороге. А вы куда? Едут на Чуковскую, тут, да? Да, да, да. А где еще команда там на этих? Багдан, да, да, позже и сзади. Надень. Так, надо с вами сфотографироваться. А мы не успели на запад. А что, вы в Билибино едете? Да. Там и увидимся. А вы куда? А вы куда? В Билибино едем. И все? Да. Что, живете там? Ну? А что номера 27? Это что за регион? Мы с Хабаровска едем. Мы спешили, хотели заправить нас. У вас с вами договоренность нету средних? Никакой? Вас там не встречают? Нет. Потому что там на хайпе там едете. Я гонять просто люблю. Блин, я тут вытворял сейчас. Вот эта вот Чукотская дорога, где там 40-50 можно нестись. Вылетаешь на озера там 100. А не море озер будут вам встречаться. Там дрифт попрактикуете? Там вообще там так здорово. А на Колыну, когда выйти, 180 км льда там, так исполнено, на Колымское. Надо вам карту дать, сфотографируйте, ну. Вот это мой. По-моему, следующее. Отлично. Моя именная карта, ей так много лет уже просто. Аналоговая. Когда-то дедушка мой перегонял машину и вот сделал. О, ты что, это вообще федевр. Так, это вот Среднеколымск, заправка последняя. Тут надо заправиться вам побольше. Потом только будет на Зеленом мысе. Вот здесь 146 аргахтах. Тут не останавливайтесь ни в коем случае. Там пьяные якуты, они агрессивные. Просто мимо пролетайте. Вам будут махать там, стоять, не обращать внимания. Просто проезжайте. Все жестко. Ну они, не, может просто поговорить с вами, но они странные. Так что берегите себя там. Не останавливайтесь вот в этом поселке, мимо его. И там еще какой-то будет. Не помню где. Где-то еще какой-то поселочек такой национальный увидите. Там лошади ходят. Тоже пролетайте. Вам будут бежать, махать, остановиться. Ну просто вы можете на пьяной. Они так нормально. Если они выпившие, то это, будет не очень. Да. Лучше не останавливаться. Там большого интереса вы с ними не... А где начнется за Колымском? Все, вот сейчас со среднего хорошая дорога. Вот эти миллион озер, вот они отмечены. Ага. Их там море вообще. И вот тундра-тундра классная дорога. Потом фух, асфальт. Опять тундра-тундра, фух, асфальт. И так вот, тут песня вообще. За один день можно долететь. А что вы здесь не гоняли? Эти оболонам сурчан здесь не ходили? Да. Вы сейчас назад пойдете, можете там пройтись, но там можете оставить колеса свои. Но народ говорит, что неделю уже бьются. Вот мы обратно хотим. Там может задуто быть, но там качка такая, что, ребят, 600 километров там вам. То есть еще сильнее, чем здесь качка? Нет, там вообще просто... Если ты только с бульдозером идешь, то да. А так изуродовать машину можно. Если пробил сейчас там, то ее задует. Они что, в Беливино приедем, позвоним? Да. Если что, звоните. На момент три дня назад. Обмен ключ в ключ. Получается вот так вот можно лечь и как раз в лазере, да? Да, вот там все сутки забито и ноги почти вытаскиваются. Здоровая вообще. Она еще больше, чем круизер. Да. Вообще. Ну рекордсменные штрассы, ребят, в этом году. Да? Да, ну вот у нас есть одни рекордсмены. Мы вчера им звонили, говорят, вы нас перегнали вообще. Ну мы не спичи вообще. Вот поэтому вот по этой *** нет. У нас сейчас на данный момент четверо суток мы едем, и у нас четыре там с лишним, четыре двести. Да? Посмотри, Виталь, сколько у нас. Короче, мы встретились с пацанами по дороге. Они сами с Беливино едут в Беливино, едут на тундре. И мы видели, где мы видели? А мы перед Зырянкой виделись на трассе. Нет, отличный пикап. Пикап отличный. Дорогу держит очень хорошо. И мягенько очень. За счет своей длинной базы. То есть переднее колесо наезжает, съезжает, пошло заднее. Соответственно, как утюг. Блин, а при таком расходе четыре, один с литром. Да ну нафиг. Я задолбался заправлять его. Так она и едет. Прям едет как надо. Только так и даже. Движка хватает ему вот этого, да? Блин, ага. Ну чуть-чуть, у меня пять-семь было, помоднее, конечно. А то там взрывы вот эти. Не втапливаешь. Ага. Ну здесь мы несемся вообще как надо. Да куда ему втапливать? Это же не едут. Не Феррари. Ну еще резинку. А вот тоже за счет. А сколько это неснаряженное масло у нее? До трех с половиной? До трех с половиной конечно. То есть категория Бионер, да? Да. Две триста. Две триста. Снаряженная, да. И полная там треха у нее получается. Я прям рекомендую ему безумно. Да хватит. 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 Нормально. Не сидим. А я ее замораживаю. Что-то замороженное она капает. Прям жир капает. Можем экипажами поменяться. Короче. С пацанами поменялись машинами. Сейчас я поеду на туннере. Потому что ну прям. Меня заинтриговало. Заинтриговал этот автомобиль. Особенно его расход в 11 литров. Поехали. Да ну на. Я чувствую себя водителем КамАЗа реально. Это ну. Блин. Это короче круто. Я одно могу сказать. Это реально прям. Очень. Очень. Такое. Приемистый двигатель. Прям малейшее. Нажатие на педаль газа. Машина сразу срывается. Чуть-чуть зацепила. Она уже начинает дергаться. Плюс тормоза очень. Тоже очень хороший. Очень. Чувствительный. На моем крузаке. До. 2011 года. Ужасные тормоза. Ужасная тормозная система. Ее не хватает. И приходится прям. Так. Заблаговременно. Так. Затяжко оттормаживать. С учетом. Потому что машина еще и. Машина еще и. Полная у меня. Мой крузак. Очень тяжело тормозить. И нужно прям привыкать. Человек. Который новый садится за крузак. Прям ну. Сразу ощущает это. Здесь тормоза. Прям вот буквально. Чуть-чуть нажал. Как на девятке. Ну не как на девятке. Но как на нормальной легковой машине. Там. На Тойоте какой-то. На Камре. И педаль газа такая. Тоже очень чувствительная. И прям. Чуть что. Сразу. Чуть-чуть тормозит. Так. А нам не пристегнут. Да. Умная машина однако. По поводу комфортности подвески. Блин. Ну она реально комфортная. То есть. По крайней мере. Вот вся вот эта гребенка. Все вот эти вот ямы. Качкары. На ней. Ну. Вообще. Блин. Вообще. Не ощущается. Точнее. Ощущается. Но не так как на моем кузаке. Ну. Хотя. Надо. Надо. Как бы сказать. Что у меня еще и стойки потекли передние. Да. Передняя левая. И задние две. Поэтому я сейчас стал маленько раскачивать. А здесь же. Ну. Здесь. Короче. Тундра. Нормальная. Вот что скажу. Мне нравится. Правда. Не знаю. Какие у нее проходимые свойства. Как она идет по снегу. По грязи. За счет того. Что она тяжелая. Возможно. Это будет не очень. Не очень. Будет правильно. На этой машине. Лезть какие-нибудь. В какую-нибудь жопу. Но. Я бы попробовал. Есть кузов. Кузов можно грузить. Просто. Мама не говорит. Туда поставить. 500 литровую бочку. Под топливо. Там. Поставить снегоход. На всякий случай. Вертолетную площадку выкинуть. Еще что-нибудь. В общем. В общем. Круто. Заезжаем. Наконец-то. В Средний Колымск. У нас получилось. От поворота. С Бурустаха. Сейчас скажу. Вот. 870 километров. Сюда мы. Ехали. Сколько? Три дня, да? Да. Три дня. Жесть. Тысячи километров. Три дня. Три дня. Это просто. Вообще. Ужас. Сейчас будем искать. Какую-нибудь гостиницу. Вроде как. Средний Колымск. Это такой. Достаточно. Крупный. Городок. Даже. Даже. Имеет статус. Города. Сейчас будем искать. Где тут. Где ночевать. Где тут. Покушать. Где заправиться. Немножко разочаровать. Друзья. Связи тут нету. Кроме. Как сотовый. Интернета нету. Да. Ну. Для современного человека нет интернета. Нет связи. Да. Это просто вы условили расслабок. Тут можно даже позвонить по сотовому телефону. Средний Колымск. Относительно крупный городок. Для этих диких мест. Здесь есть своя заправочная станция. Гостиница. Магазинчики. И даже кафе. Нам он показался. Очень оживленным. На улице много взрослых и детей. К сожалению. Мы не смогли там долго задержаться. Пока хорошая погода. Нужно ехать дальше. Магазин. Вот местные показывают куда ехать. Чтобы увидеть кафешку. В Колымске нам показали и кафе. Ну точнее не кафе, а место где можно покушать. Это какой-то киевский Tokyo food. Какая-то японская еда. Но выглядит уже это страшно. Точнее звучит это страшно в Средней Колыме. Рыба. Кая есть. Рыба. 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 Короче я буду жарёк из курицы. Как московском ресторане. Расслабься и получай удовольствие. Всё нормально. Настоящий яйц. Респект хозяину. Очень вкусно. Мало местного мразия. Вкусно говоришь? На шее вкусно. Да. Очень вкусно. Масленицы. Последний ею. Дальше горою. Ждём вас снова на обратном пути. Благодарю. Всего доброго. Кто здесь? Покажи. Блинчики, да? Да, блинчики. Специальные. Горячие. Хотели там сразу за столом, чтобы горячим съесть. Ну мы сейчас отъедем и слушаем. Ага. Мы сейчас в здание нас позвали быстро. Хорошо, ладно. Заправка, кстати же, до трёх была. А нас позвали. От вас. Всё, удачи. Спасибо вам. Всего доброго. Деньги есть? На карте есть. Сколько тебе надо? Наличка. У меня есть две. Сколько надо? Сколько надо? 1000 рублей надо. А мы дома отдадим им, хорошо? А, или он нам с 900 перекинет. Потом ещё другу берём топливо. А, сейчас друг подъедет, нам отдаст. Короче, вот на эти все. Это самое. Новые северяне. Да. Новые русские, новые северяне. Видели цены на бензин? Да. Так же, как вот в этом, в Зерянке. Тоже по 7 заправлялись. Ужас. А в России там центральные, где-то по 40, по 40. Ну, бензин, не знаю, как дизель. Боже мой, боже мой. Вода льётся. Конденсата много. А в канистру заправил. Потом приду вам... Так. Сколько? 7. 7? Сколько влезет? Давайте оставлю 8000, может больше влезет. Угу. Угу. Цена 70 рублей. Угу. 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 Цена 70 рублей, так же, как мы заправлялись в Зерянке. Угу. И почему-то здесь интересно... Ну, 7... А. А давайте... Давайте я вам 10. Дам 10. Да. Вот так вот. Что меня смущает, точнее, не смущает и интересно для меня, цена на дизельное топливо арктическое и зимнее одинаковая. 70 рублей. Хотя обычно Арктика дороже. Чуть-чуть. Там, на несколько копеек. Как тебе местные цены на Бенз? Приемлемы. Для этого региона абсолютно. zones не двумко. Кye по перу realise хирург себя за в000 Compost. С per 67 рублей, так очень, как мы смущили. Поехали к одному ставках и огромные. С у teal languageING. Поехали себя за taxisier. Во так, слушай, ты можешь ещё мнеcolverf, нож поправить, отточник? У тебя же есть точилка? Поехали __ otro fuego, то есть будем немножко inaugural. Тяжело ли было открыть заведение вот это? Да, очень тяжело, потому что два года где-то готовились, чисто там взяли тетрадку с супругой, тетрадка пустая, и начали писать, что надо найти помещение, то бишь арендовать. Стулья, столы, оборудование, печка, барная стойка, холодильники, телевизоры пошло, сформировали список, ну и начали воплощение. Это потихоньку, потому что тоже там, там, всей суммы, конечно, сразу же не хватало, что-то, да, да, помощь брал, да, помощь брал, ну сейчас раскидываем, ну и так быстренько, потом заказывали много с интернета, работали через дизайнеров. А с интернета вообще доставка сюда, у вас к вам есть какая-то патч-почта или в магазине что-то доставляют? Транспортная компания обычно до Якутска, а с Якутска уже ты сам забираешься. Да, можно с Зимником, или можно с самолетом по речке. А, по реке, верно, да. С Лену там они в Дикси, и через море, через Черск к нам поднимать. Специально в город, организация есть, которая ввозит. Ты здесь и повар, да, и владелец? Да, владелец и повар. Еще есть персонал, кроме тебя, супруги? Да, у нас повар, глава администратора, около шести семей еще. Я и сам доставляю, вот, вообще доставка по городу едет. Да, он сам доставляет, едет. Местные благодарны тебе стали, когда появилось вот это заведение? Да, мы до этого долго работали, когда у нас просто доставка была. Такого заведения не было, но просто доставку там готовили дома. Мы тоже там начинали, с самого маленького столика там. Ну, потом все больше, 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 больше. Ну, это прям, наверное, оазис, да? Твое заведение, как оазис среди пустыни. Да, можно и так же. Вот для тебя, значит, Москва. Москва, это как бы, что вот в твоем представлении? Ну, для нас Москва, это, наверное, как законодатель, мод. Для вас это, значит, является больше чем словом? Или так это просто где-то там? Просто столица России, просто, да. То есть для примечательности. Для вас это Москва, это просто что-то какой-то город. Ну, мы видим по теле, когда он Москва, и как бы все. Почему? Он несколько раз был там, ходил по местопримечательностям. Просто, вот смотри, для нас, для основной массы россиян, которые живут в центральной России, Москва, это прям, это не божитель, да, Москва. Все смотрят на Москву, там, Москва законодатель. Вот, в Москве все деньги, в Москве пройдут. И Москва, там, многие мечтают туда приехать. Кто-то там выслал. Ну, я просто могу отпуск, там, несколько раз съездить, там, по шопе, там, пошел как-то, и все, как бы, да. Ну, а если бы предложили поехать, то бы в Москву жить? Я думаю, нет. Приехал такой человек, и что произошло? Приехал такой человек, сидели, общались, нормально. Подключились, да, ходили. Подключились к Wi-Fi, и все. Был у меня друг, а сейчас Wi-Fi будет. Ты зря дал пароль, нельзя давать пароль, нельзя давать выше, здесь есть интернет, надо общаться вживую, и все. Это тебе из башкирской земли, куница и пчелка, наши символы. Спасибо большое. Как раз сыновьям, да. Спасибо большое, ребят. Ребят, короче, будьте в Среднеколымске, заезжайте к кафе Токио, японская кухня. Хозяин Владимир. Хозяин Владимир, офигенный парень, накормит вкусно, напоит, расскажет истории, и, короче, обязательно заезжайте. Спасибо. Да, опять виню. Виновоночный супермаркет «Спутник». Удачи, дороги, там что-нибудь такое, как у вас тут, дороги там, удачи. По Соголы, да? Привет, от Северного. Да, можно по своему языку. По якутскому скажи. Я, Соголы, давай. Скажи по якутскому. Ну, поплыли, а что скажи? Тоже, давай, тя, давай. Угу, 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 айхан, соку, зима. ЕщеEN Làались, кроме вот так, conveян는데. Это как переводится? oli車. Здравствуй. Здравствуй за дорога, да? Ну, американец. Chancellor. У насахстанский язык очень мало как быras и за это сложный. Одним словом можно выразить многое это, смотря в какую сторону, знаешь, как закон повернешь, так же и нашу сторону, этот хас, например, это брови и в то же время гуси, ну вот в какую сторону повернул такой, ну сложный язык, я так понимаю, сложный, кто понимает, тот не понимает, ладно, давай еще раз, давай, удачи вам. Здравствуйте! Здравствуйте!